Аэропорт Хабаровск, 15 августа 1958 год. На перроне пассажирский самолет Ту-104А готовится выполнить внутренний рейс 0-4 в конечный пункт назначения Иркутск. На борт самолета поднимаются 64 человека, 54 пассажира и 10 членов экипажа. А пилотировать самолетом готовится экипаж из 200-го летного отряда. Командир воздушного судна Павел Федорович Барабанов, второй пилот Александр Вениаминович Бдаян, штурман Макар Макарович Лазорко, штурман-стажер Виктор Георгиевич Дриго, Бортмеханик Глеб Александрович Масленников и бортмеханик-стажер Василий Ефимович Мартынов. В салоне Туполева работают три бортпроводника. При подготовке к рейсу экипаж получает метеосводку на маршруте Хабаровск-Иркутск, в которой говорится, что в данный период времени ожидается облачность от 7 до 10 баллов кучево-дождевая и слоисто-дождевая высотой 300-600 метров. На участке Биробиджан-Магдагачи при этом ожидаются фронтальные грозы с дождем. Видимость от 4 до 10 километров, в дожде от 2 до 4, в конце маршрута облачность от 3 до 7 баллов, верхняя. Задержавшись с вылетом на 3 часа 35 минут, в 21 час 45 минут по местному времени, диспетчер дает разрешение на вылет. И наш Ту-104 отрывается от взлетной полосы аэропорта Хабаровска и берет курс на Иркутск. Согласно плану полета, экипаж должен следовать на эшелоне 9000 метров. Пройдя 150 километров от Хабаровска, набирая высоту, по маршруту полета наш экипаж сталкивается с мощной кучевой облачностью, и у них не хватает высоты для ее обхода. Тогда командир Барабанов связывается с руководителем полета в Хабаровске и просит разрешения подняться выше, чтобы обойти кучевую облачность сверху. Хабаровск, мы столкнулись с мощной кучевой облачностью. Разрешите обход сверху 442-й. 442-й, выполняйте вираж для набора высоты. Занимайте 8600. Руководитель полетов Хабаровского аэропорта Орженков дает добро нашему рейсу выполнить вираж для набора высоты. Экипаж начинает выполнять сперва правый, а затем левый вираж с набором высоты. Но в это время, в 10 часов вечера, в аэропорту Хабаровска проходит пересменка, и руководителя полета Орженкова сменяет его коллега Матюшинцева, с которым наш экипаж выходит на связь. Хабаровск, заняли высоту 8600, не помогает. Сильная кучевая облачность. Разрешите подъем до 11442-й. Доложив о наборе высоты 8600 метров, экипаж запрашивает увеличение высоты для обхода мощных кучевых облаков. Получив согласие от военно-воздушных сил, руководитель полетов Матюшинский разрешает занимать эшелон 11000 метров с выходом на Архару без захода в облачность. А после ее прохождения снижаться до 9000 метров. Высота 11000. Потолок Ту-104 11700 метров. Однако и на этой высоте самолет все еще находится в облаках. Экипаж запрашивает у руководителя полета дальнейших указаний. Руководитель полетов Матюшинский, после получения согласия от военно-воздушных сил, дает разрешение нашему экипажу занимать эшелон 12000 метров. Данная высота является критической для самолета Ту-104. Пройдя потолок, пилоты рискуют столкнуться с рядом трудностей. Например, может произойти помпаж двигателя, нарушится продольная балансировка или произойти отказ пилотажно-навигационных приборов. Командир барабанов, зная особенности управляемого им самолетом, решает пойти на риск и продолжает набор высоты. В 22 часа 14 минут самолет достигает высоту 12 километров. Командир барабанов связывается с руководителем полета и докладывает. Хабаровск, заняли высоту 12 тысяч, впереди видим мощную кучевую облачность, будем пытаться ее обойти. Если не выйдет, то вернемся в Хабаровск, 442-й. 442-й, вас понял. В сложившейся ситуации единственным верным решением является возврат в аэропорт. Но командир, вопреки логике, продолжает идти на риск. 442-й, доложите обстановку. Минутку, минутку. В 22 часа 18 минут наш экипаж сталкивается с серьезными проблемами. 442-й, ответьте. Подождите. На повторные вызовы руководителя полета экипаж перестает отвечать. В это время в кабине пилотов начинает твориться хаос. Достигнув высоты 12 километров, самолет попадает в сильную болтанку. Лайнер начинает терять управление. И спустя несколько секунд самолет срывается в штопор. Все попытки экипажа вернуть управление оказываются безрезультатны. В 22 часа 25 минут под углом 60 градусов и с небольшим правым креном самолет Ту-104 врезается в густой лес и взрывается. Катастрофа произошла в 215 километрах с северо-западней Хабаровского аэропорта. А общий разброс обломков составил 450 метров по направлению полета. Авиакатастрофа Ту-104 под Хабаровском унесла жизни всех находившихся на борту 64 человек. В истории самолетов Ту-104 это стало второе происшествие после аварии под Саваслейкой и первая катастрофа данного самолета. Расследование катастрофы проводит Следственная комиссия Министерства гражданской авиации СССР. В 200 километрах севернее трассы проводились полеты бомбардировщиков Ту-16, экипажи которых рассказали, что на высотах 11-12 километров в верхних слоях облачности наблюдалась сильная болтанка и мощные вертикальные воздушные потоки. К тому же полетный вес Ту-104 в этом рейсе составлял 66 тонн, что при номинальном режиме работы двигателей ограничивало максимальную высоту полета до 11700 метров. Высоты 12 тысяч метров можно было достичь лишь при максимальной мощности двигателя. Фактически в районе Виробиджан Архара-Магдагачи оказались сложные погодные условия, которые не ожидались в прогнозе. Сильные восходящие потоки и мощные кучево-дождевые облака на высоте свыше 12 километров. Когда авиалайнер оказался выше практического потолка номинального режима для текущего полетного веса, то относительно небольшого вертикального воздушного потока было достаточно для вывода на критический угол атаки, приведшего к потере поступательной скорости, а затем и сваливания. По изучению обломков было определено, что в момент столкновения с землей шасси были выпущены, а двигатели не работали. Есть вероятность, что выпадение шасси произошло в момент подхвата самолета восходящим потоком, тем самым ускорив падение поступательной скорости, а затем в момент срыва остановились двигатели, что только затруднило вывод машины в нормальный режим полета. Помимо этого, из-за крутого снижения могло зашкалить авиагоризонт, что в ночных условиях привело к потере экипажей ориентации в пространстве. Причиной катастрофы следственная комиссия назвала потерю управляемости самолета из-за сильной болтанки при выходе на высоту 12 километров с полетным весом, превышающим практический потолок. В результате чего произошло падение скорости и срыв самолета. Остановка двигателей и выпадание основных стоек шасси в это время добавила проблем экипажа в попытках восстановить нормальный режим полета. После того, как самолет перешел в падение, зашкалило авиагоризонты, из-за чего, находясь ночью в облаках, экипаж потерял пространственную ориентировку, а потому не мог восстановить нормальный режим полета. В результате авиалайнер продолжал падать, пока в итоге не врезался в землю. По изучению аналогичных происшествий, произошедших в 1958 году с самолетами Ту-104, было отмечено, что во время полета в Ту-104 на крейсерских высотах в определенных условиях возмущения атмосферы, причем как вблизи грозовых облаков, так и в ясную погоду, самолет может потерять продольную устойчивость. Это вызвано тем, что несмотря на попытки экипажа сохранить нормальный режим полета, воздушные потоки выводят машину в режим срыва. При этом также могут выпадать шасси, останавливаться двигатели и временно выходить из строя авиагоризонта. На тот момент эти опасные явления еще не были изучены. Также сопутствующими причинами, по мнению комиссии, послужили следующие факторы. Диспетчеры Орженков-Матюшинский и командир Барабанов перед вылетом не провели тщательный анализ метеообстановки, а уже когда в самом начале пути столкнулись со сложными метеоусловиями, то продолжили полет, чем нарушили руководство летной эксплуатации Ту-104 и инструкции по руководству движения самолетов. Перед вылетом штурман провел подготовку лишь формально, а в прогнозе погоды не было указана высота верхней кромки облаков. Также отсутствовали четкие указания о предельной высоте для самолетов Ту-104, при этом не учитывался полетный вес. И не было указаний по действиям летчиков в случае непроизвольного сваливания. Виновниками катастрофы, по мнению комиссии, явились диспетчеры Орженков и Матюшинский, которые не оценили серьезность создавшегося положения, а вместо этого продолжали пассивно руководить полетом и не принимали мер по возврату самолета, несмотря на неправильные действия экипажа. Командир экипажа Барабанов значительно затянулся временем вылета, не провел серьезного анализа ситуации с погодой, а когда после вылета столкнулся со сложными и опасными метеоусловиями, то принял решение пробиваться через эту зону. Вот так неоправданные риски приводят к катастрофическим последствиям. Очень печально. Командир стремился выполнить полет во что бы то ни стал, не понимая последствий за свое решение. Единственным верным решением было вернуться обратно, но такого решения не последовало ни от командира, ни от диспетчера. Данная катастрофа мне очень хорошо напомнила аналогичную трагедию, которая произошла спустя 48 лет под Донецком, где также погода и стремление экипажа продолжить полет привело к трагедии. Ту-104 был сложным самолетом с множеством своих нюансов, но в данном случае этой катастрофы могло не быть, если бы решения принимались правильно и взвешенно. Ленинград, аэропорт Шоссейная, 10 июля 1961 год. На перроне пассажирский самолет Ту-104 готовится выполнить рейс 381 по маршруту Ленинград-Одесса. На борт самолета поднимаются 94 человека, 85 пассажиров и 9 членов экипажа, а управлять Туполевым готовится экипаж из 205-го летного отряда. Командир воздушного судна Срулик, второй пилот Ушинский, штурман Тимошин, штурман-стажер Бахмут, бортмеханик Батыгин и бортрадист Зорин, а в салоне самолета работают три бортпроводника. В 8 часов 20 минут утра диспетчер дает разрешение экипажу на вылет, и самолет Ту-104 отрывается от взлетно-посадочной полосы аэропорта Шоссейная и берет курс на Одессу. В 9 часов 59 минут Ту-104 проходит Киев, а спустя 17 минут Первомайск, после чего экипаж начинает готовиться к снижению. Согласно имеющемуся у экипажа прогнозу погоды, полученного еще перед взлетом, в период с 9 до 12 часов утра в Одессе ожидаются отдельные кучево-дождевые облака от 2 до 5 баллов, высотой 1000-1500 метров, а видимость от 4 до 10 километров. Однако в реальности на момент прохода самолетом Первомайска небо над Одесским аэропортом уже затянуто мощными кучево-дождевыми облаками высотой 1000 метров. Видимость достигает 10 километров, дует слабый юго-западный ветер и приближается гроза, но экипаж данной метеообстановкой не владеет и продолжает полет. В 10 часов 26 минут самолет занимает высоту 2000 метров и экипаж выходит на отдельную приводную радиостанцию Сталин и тем самым входит в воздушное пространство Одесского аэропорта. Экипаж переходит на связь с командно-диспетчерским пунктом и диспетчер дает указания снижаться и условия посадки. Одесса-вышка, 42-447, добрый день! Прошли ОПРС Сталина, высота 2000 метров. 447-й, Одесса-вышка. Снижайтесь до высоты 400 метров и выполняйте заход на посадку с прямой по магнитному курсу 162 градуса. Давление аэродрома 752,1 мм тутного столба. Ветер 240 градусов. Юго-западный 5 метров в секунду. С юго-запада приближается гроза и ветер вскоре поменяет направление. В связи с изменением погоды руководитель полетов, проанализировав метеобстановку, принимает решение, что посадка в аэропорту будет осуществляться не с севера, как это предлагает диспетчер, а с юга, по курсу 342 градуса, а заход на посадку будет выполняться по правому кругу, о чем экипажу немедленно доложил диспетчер. Подходя к третьему развороту, Ту-104 уже находится на траверсе дальнего приводного радиомаяка. Но в это время диспетчер вышки вновь связывается с экипажем. 447-й, в районе аэропорта гроза и дует северный свежий ветер, 360 градусов 5 метров в секунду. Далее работайте со стартом на частоте 125,5. 447-й, вас понял. Работаем со стартом 125,5. Получив информацию о грозе, экипаж принимает решение продолжать заход на посадку. В противном случае, при дальнейшем ухудшении видимости, пилоты прервут заход на посадку и уйдут на повторный заход. Далее, экипаж переходит на связь с диспетчером старта. Пилоты уже в это время выполнили визуальный третий и четвертый разворот и вышли на предпосадочную прямую. При этом, экипаж видит полосу, а их полет теперь контролирует диспетчер посадочного радиолокатора. В глиссаду самолет входит точно по курсу и на заданной высоте. Диспетчер связывается с экипажем. Удаление 3 километра. Курсы глиссада хорошо. После чего связь с самолетом прекращается. На участке между дальним и ближним приводными радиомаяками небо было покрыто грозовыми тучами высотой 800 тысяч метров, а видимость колебалась от 3 до 6 километров и шел ливневый дождь. Влетев в эту грозу, Ту-104 попал в нисходящий воздушный поток и начал резко терять высоту. Командир пытается замедлить это падение, но его действия уменьшают только поступательную скорость, что еще больше увеличивает вертикально. Второй пилот в это время видит, что падает поступательная скорость, но слишком поздно сообщает об этом командиру. В 300 метрах от ближнего приводного радиомаяка самолет Ту-104 стойками шасси последовательно врезался в 6 опор огней приближения. Далее левая стойка шасси на высоте 5 метров врезалась в здание ближнего приводного радиомаяка и разрушила его. При этом сама отделилась от самолета. Авиалайнер от удара развернула влево. Он перелетел лесополосу, зацепил левой плоскостью крыла землю и затем врезался в нее носовой частью. При этом загорелся правый двигатель. Прибежавшие из воинской части солдаты с офицерами помогли в эвакуации пассажиров. Всего непосредственно на месте были тяжело ранены штурман Тимошин и штурман-стажер Бахмут, а остальные члены экипажа и два пассажира отделались легкими ранениями. Но позже, в больнице через 3 часа от полученных травм, штурман скончался. Огонь сгорящего двигателя перекинулся на остальной самолет, и тот полностью сгорел. Остальные находившиеся на борту самолета, 93 человека, выжили. По результатам расследования причин катастрофы самолета Ту-104 в аэропорту Одессы, комиссия пришла к следующим выводам. Авиакатастрофа явилась следствием недопустимого снижения самолета в зоне ливневых осадков под грозовым облаком между дальним и ближним приводными радиомаяками. Снижение вызвано воздействием на самолет нисходящих потоков в ливневых осадках. С одновременным уменьшением скорости до недопустимых пределов при стремлении командира выдерживать глиссаду без увеличения оборотов двигателя. Несвоевременное предупреждение командира экипажа вторым пилотом о значительном уменьшении скорости и запоздалое увеличение режима работы двигателя усугубило положение и явилось следствием нечеткого взаимодействия членов экипажа в сложных метеорологических условиях, а также неудовлетворительное метеообеспечение со стороны метеостанции, которое выразилось в выдаче некачественного прогноза погоды с отсутствием штурмового предупреждения о грозовой деятельности в районе аэропорта и плохое взаимодействие между метеорологической станцией и службой управления воздушным движением и неудовлетворительная организация работы диспетчера старта и его взаимодействия с метеостанцией, в результате чего отсутствовало наблюдение за фактической погодой непосредственно на старте. Плохие метеоусловия не раз приводили к катастрофическим событиям, но это лишь является следствием. Экипаж, еще будучи в Ленинграде, получил метеоусловия Одессы, которые были вполне приемлемы. Уже пройдя 1 Майск, погода начала значительно ухудшаться, а небо затягивали мощные кучево-дождевые облака, и гроза подходила все ближе к аэропорту. А когда самолет вошел в глиссаду, то ситуация стала катастрофической. В данном случае ключевую роль сыграло несколько факторов. Метеорологическая станция аэропорта, видя ухудшение погодных условий, несвоевременно доложила обстановку диспетчера, из-за чего экипаж не владел фактической погодой в аэропорту и не мог принять своевременное решение по прекращению посадки и ухода в зону ожидания, либо на запасной аэродром. А также, не слаженная работа экипажа. Второй пилот, видя падение поступательной скорости, несвоевременно доложил об этом командиру. А в это время требовалось немедленно увеличить режим двигателя. И это при том, что приемистость двигателей на самолете Ту-104 слабая, и требуется некоторое время, пока двигатели выйдут на нужный режим. Но второй пилот не учел данную особенность и доложил командиру слишком поздно, из-за чего самолет быстро потерял высоту и столкнулся с наземными объектами. Все эти факторы привели к гибели штурмана и потере нового самолета. 30 июня 1962 года самолет Ту-104А компании Аэрофлот выполнял пассажирский рейс 902 из Иркутска в Омск. На борту самолета находились 84 человека, 8 членов экипажа и 76 пассажиров. Рейс выполнял самолет Ту-104А, который в то время являлся флагманом гражданской авиации, с серийным номером 1301. Лайнер был выпущен Омским заводом номер 166 22 декабря 1958 года, после чего его передали Главному управлению Гражданского воздушного флота, которая присвоила ему регистрационный номер СССР-42370 и направила в 202-й авиаотряд реактивных самолетов Хабаровска Дальневосточного территориального управления Гражданского воздушного флота. Лайнером управлял опытный экипаж, состав которого был таким командир воздушного судна Мазицын, второй пилот Рахимов, штурман Соколов, бортмеханик Лещенко, бортрадист Карпов. В салоне самолета работали три стюардессы. Самолет выполнял пассажирский рейс 902 из Хабаровска в Москву с промежуточными посадками в Иркутске и Омске. В 15 часов 53 минуты по московскому времени Ту-104 взлетел с аэродрома Белая, запасной аэродром Иркутска. И после набора высоты занял эшелон 9000 метров, направляясь к следующей промежуточной остановке Омску. В 16 часов 32 минуты рейс 902 вошел в зону Красноярского диспетчерского центра. В это время в Красноярском крае наблюдалась хорошая погода, безопасных метеоусловий, стояла густая облачность 7-9 баллов с верхней границей 9-9,5 километров, которая постепенно опускалась до 6 километров. В 16 часов 50 минут экипаж доложил, что они находятся в 50 километрах от Красноярска. Согласно показаниям, на экране обзорного радиолокатора местоположение самолета было определено верно. Затем в 16 часов 53 минуты в Красноярский диспетчерский центр отчаянным и взволнованным голосом было сообщено «Красноярск, 42-370, следите за мной, смотрите за мной». При этом на заднем фоне был слышен грохот и странный шум. После этого сообщение прервалось. Как впоследствии было установлено по голосу, это говорил второй пилот Рахимов. Спустя примерно минуту с момента доклада экипажа о своем удалении самолет на эшелоне 9 километров вошел в снижение, близкое к экстренному, при этом вращаясь вокруг продольной оси. Затем, либо на высоте 7 километров он перешел в сваливание, либо продолжал выполнять разворот со снижением и прогрессирующим креном, а на высоте 4 километра уже перешел в сваливание. Также, начиная с высоты 7 километров, снижение происходило в облаках, из которых авиалайнер вышел на высоте 800 метров. Сама траектория снижения была относительно пологой, со средним углом наклона около 15-20 градусов. Зацепив верхушки деревьев и начав о них разрушаться, Ту-104 в перевернутом положении и под углом 40 градусов с небольшой поступательной скоростью и левым креном врезался в землю у опушки в покрытой лесом ложбине, после чего взорвался, образовав на месте падения воронку. Авиакатастрофа произошла в 16 часов 53 минуты по московскому времени восточнее села Вознесенска Березовского района и в 28 километрах восточнее Красноярского аэропорта. Разброс обломков составил порядка 200 метров. По другим данным, радиус зоны разброса обломков составлял 500 метров. Общее время от начала развития ситуации и до столкновения с землей составляло около двух с половиной минут. Все 84 человека на борту самолета погибли. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в РСФСР и во всем Советском Союзе. При исследовании тел погибших пассажиров было установлено, что они получили прижизненные ожоги и травмы от огня и летевших со стороны распространения огня предметов. Наиболее сильные повреждения и ожоги у всех исследованных наблюдались с левой стороны и были получены в положении сидя. Сразу после авиакатастрофы место происшествия было отцеплено солдатами. Площадь отцепления оказалась весьма значительной. К расследованию авиакатастрофы приступила правительственная комиссия. Самолет упал в покрытую лесом ложбину. По сбитым верхушкам сосен комиссия установила, что падал он не вертикально, а по пологой траектории. Задев деревья, фюзеляж лайнера переломился. Этими обстоятельствами и объяснялась большая площадь обломков. В процессе изучения обломков комиссии генерал-майор Зеленский, заместитель начальника конструкторского бюро имени Туполева, обнаружил фрагмент обгоревшей обшивки фюзеляжа слева в аборт. Изначально эта часть конструкции находилась в районе 20-го шпангоута у иллюминатора первого салона. В куске металла зияло отверстие диаметром 20 сантиметров. Причем обгоревшей была не внешняя сторона обшивки, а внутренняя. При этом изнутри фрагмент был механически поврежден. Некий предмет пробил обшивку лайнера и взорвался внутри. Первоначально комиссия по расследованию катастрофы пришла к выводу, что ее причиной явилось сваливание в кучевой облачности в процессе экстренного снижения, или при выводе самолета из него и потеря пространственной ориентации в сложной обстановке. Что при низкой облачности не дало возможности вывести самолет. Причиной экстренного снижения был предположительно назван пожар или какое-либо другое происшествие в пассажирской кабине. Однако позднее стало известно, что одна из частей противовоздушной обороны, дислоцировавшаяся в районе Маганска, проводила учебные пуски зенитных ракет. Было сообщено, что одна из ракет, потеряв в условиях прохождения через грозовой фронт свою цель, перенаправилась на гражданский самолет и поразила его в левый борт. Нужно отметить, что разработанные к тому времени системы противовоздушной обороны С-75 и С-125 использовали радиокомандное наведение. Их ЗУР не имел системы самонаведения, что применительно к данной версии означает ошибку либо наземного радиолокатора обнаружения, либо радиолокатора цели указания. По засекреченной в то время версии, самолет незначительно отклонился от курса и начал приближаться к запретной зоне Красноярска-26, в результате чего самолет был намеренно сбит. Аэропорт Кутаиси, 13 октября 1973 год. На перроне пассажирский самолет Ту-104Б готовится следовать в конечный пункт назначения Домодедова, выполняя рейс 964. На его борт поднимаются 122 человека, 114 пассажиров и 8 членов экипажа, а управлять Ту-104 готовится экипаж из 112-го Тбилисского летного отряда. Командир воздушного судна Курцидзе Георгий Раклевич, второй пилот Ратиани Кармен Семенович, штурман Йенгаян Борис Григорьевич, бортмеханик Закариадзе Деви Александрович и бортрадист Ламинатзе Гурами Георгиевич. А в салоне самолета работают две стюардессы. В 18 часов 10 минут диспетчер дает разрешение на взлет, и самолет Ту-104 поднимается в воздух и берет курс на Москву. Экипаж рейса 964 занимает предписанный эшелон 10 тысяч метров, а весь полет проходит без отклонений. Спустя 1 час 42 минуты в 19.52 наш Ту-104 входит в зону московского воздушного пространства, и экипаж получает от авиадиспетчера следующие указания. 486-й снижайтесь КПРС Венёв до высоты 4200 метров, а затем до 3600 метров. Москва-подход. Вас поняли. Следуем КПРС Венёв. Снижаемся первоначально до 4200, затем до 3600. 486-й. В 20 часов 1 минуту Ту-104 проходит Венёв, а спустя 7 минут Туменская, летя при этом на высоте 3600 метров с приборной скоростью 460 км в час. Далее экипаж снижает скорость до 400 км в час, и с вертикальной скоростью 5 метров в секунду авиалайнер начинает снижаться по направлению к дальнему приводному радиомаяку. А в 20 часов 10 минут экипаж докладывает о снижении авиадиспетчера. Снижаемся с 1500 до 1200. 486-й. 486-й. Занимайте высоту 1200 метров. Посадка будет по курсу 137 градусов. На левую ВПП. Вас поняли. Занимаем 1200. Посадка по курсу 137, ВПП левая. В это время над самим аэропортом небо было полностью затянуто тучами с нижней границей 100 метров. Шел дождь. Видимость составляла 2400 метров, а температура воздуха 1 градус по Цельсию выше нуля. 486-й. Снижайтесь и занимайте высоту 400 метров. Вас понял. Снижаемся до 400 метров. Текущая высота 900, 486-й. В 20 часов 12 минут диспетчер дает разрешение нашему экипажу снижаться до 400 метров. Самолет в это время находится в 11 километрах от полосы аэропорта Домодедово, летя с курсом обратным посадочному 317 градусов. На траверсе ДПРМ 486-й. Спустя 3 минуты самолет проходит траверс дальнего приводного радиомаяка, находясь при этом в 13 километрах от полосы и 11 километров от локатора. Высота 400 метров. Как экипаж вдруг замечает, что у них начали некорректно работать компасы. Что это происходит с компасом? Вращаются, что-то непонятно. Удаление 19 километров от полосы. Скорость 400 километров в час. Экипаж приступает к выполнению третьего, правого разворота. Выпускаются шасси. Авиалайнер начинает разворачиваться. При этом ситуация в кабине усугубляется. Блин, авиагоризонты смотри, что с ними? Черт знает что. Экипаж прекращает правый разворот и самолет начинает крениться влево. 486-й. У вас все нормально. Диспетчер запрашивает экипаж, но на связь уже никто не отвечает. 486-й. Ответьте. 486-й. В 20 часов 20 минут, летящий с курсом 143 градуса на высокой скорости с углом пикирования 30 градусов и с левым креном 80 градусов, самолет Ту-104 врезался в поле в Подольском районе Московской области. Лайнер упал в километре к западу от деревни Яковлево и в 16 километрах с северо-западнее торца взлетно-посадочной полосы. Разброс обломков составил 248 на 180 метров, а также были порваны идущие рядом линии электропередач, что обесточило ряд деревьев. Авиакатастрофа Ту-104 унесла жизни всех находившихся на борту 122 человек. Восьми членов экипажа и 114 пассажиров. При этом восемь пассажиров не были оформлены, то есть взяты экипажем незаконно. По состоянию на сегодняшний день, это самая смертоносная авиакатастрофа в истории самолета Ту-104. Расследованием причин случившегося занималась комиссия Министерства авиационной промышленности СССР. По данным комиссии, поначалу правый разворот выполнялся в нормальном режиме, при этом правый крен достигал 40 градусов. Но через 26 секунд пилоты стали уменьшать правый крен, однако пилотажно-навигационные приборы, включая курсовую систему и авиагоризонты, перестали двигаться. Находясь в темноте в облаках, экипаж не мог определить свое пространственное положение по наземным ориентирам. Таким образом, пытаясь уменьшить правый крен, пилоты не заметили, как начали вводить самолет во все увеличивающийся левый крен, который вскоре достиг 70 градусов, а затем перешедший в крутую не спадающую левую спираль. Пытаясь замедлить падение, пилоты полностью потянули штурвалы на себя, а также увеличили мощность двигателя, но не зная о большом крене, тем самым не смогли предотвратить быстрое снижение. Причиной сбоя приборов стало нарушение их электропитания переменным током, но точная причина этого определена не было. Есть лишь предположение, что либо отказал переключатель управления преобразователем или нарушился контакт в его минусовой цепи, либо произошло межфазное короткое замыкание в контакторе подключения рабочего преобразователя на шинах 36 В. Представители Министерства авиапромышленности заявили, что в течение 17 лет эксплуатации Ту-104 не было случая, чтобы происходил отказ питания переменным током от преобразователя. По мнению представителей Министерства авиационной промышленности, произошло преднамеренное или случайное выключение переключателя ППН-45, предметом, висящим на крючке электрощитка бортрадиста, либо одним из восьми незаконных пассажиров, которые, вероятно, находились в кабине экипажа. Бортрадист же своевременно не заметил, что произошло отключение питания. Помимо этого, в нарушение сервисного бюллетеня на этом переключателе не была установлена защитная ограждающая скоба. Хотя в тот день погода и предрасполагала к обледенению, максимальное отложение льда на крыльях не могло превышать 4-5 мм. Таким образом, обледенение привести к катастрофе не могло. В данной ситуации мы видим совокупность факторов, приведших к трагическим последствиям. Но я хочу сказать следующее. Репутация у Ту-104, скажем так, двойственная. С одной стороны, комфорт, скорость и новый уровень в гражданских перевозках. А с другой стороны, очень низкая безопасность и дурная слава. Ту-104 – это своего рода бомбардировщик, переделанный из Ту-16 под пассажирский авиалайнер и тем самым получив множество конструкторских недостатков. Так, например, из-за недостаточной механизации крыла, взлеты и посадки проходили на очень высокой скорости. А при касании полосы самолет начинал козлить, из-за действия эффекта экрана. Но основной проблемой считался так называемый подхват. Это когда неконтролируемо самолет задирал нос и уходил вверх, за потолок. А после чего терял скорость и срывался в штопы. К чему я это все рассказываю? Да именно к тому, что конструктивных недостатков у самолета хватало. И конструкторское бюро об этом отлично знали. Поскольку в данном происшествии причина нарушения в электропитании переменным током не была точно установлена, нельзя исключать того, что эта скрытая угроза проявила себя только в 1973 году и также является конструктивным недостатком. Но на 100% я этого утверждать не могу. Москва, аэропорт Шереметьево, 28 ноября 1976 год. На перроне пассажирский авиалайнер Ту-104Б готовится следовать в конечный пункт назначения Ленинград, выполняя рейс 24-15. На борт самолета поднимаются 73 человека, 67 пассажиров и 6 членов экипажа. А управлять Туполевым готовится экипаж из 205-го Ленинградского летного отряда. Командир воздушного судна 53-летний Борис Гроховский, второй пилот 46-летний Игорь Николаев, штурман 28-летний Владимир Гусев и бортмеханик 35-летний Владимир Васильев. А в салоне самолета работают два бортпроводника. В это время погодные условия над аэропортом были умеренными. Сплошные слоисто дождевые облака с нижней границей 200 метров, дымка, ветер юго-западный умеренный, в облаках сильное обледенение, а видимость составляет 7 километров. В 18 часов 53 минуты диспетчер дает разрешение экипажу на вылет, и самолет Ту-104, достигнув скорости 290 километров в час, отрывается от взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево и берет курс на Ленинград. По договоренности между экипажем, контроль будет осуществляться слева, а управление справа, то есть пилотировать будет второй пилот, а командир экипажа следить за параметрами полета. Экипаж убирает закрылки и шасси, после чего связывается с диспетчером и докладывает о взлете. Я 471, взлет произвели высота 300, приступаем к выполнению схемы выхода. 471, выполняйте правый разворот на курс 265 градусов. Вас понял, правый на 265. В ответ диспетчер дает условия выхода из воздушной зоны аэропорта. Экипаж подтверждает получение информации и уменьшает режим двигателя. Выполняя схему выхода, экипаж через 34 секунды с момента взлета вводит Ту-104 в правый крен и на высоте 350 метров начинает выполнять правый разворот на курс 265 градусов. Но после того, как самолет достигает заданного курса, он продолжает разворачиваться, а крен увеличивается все сильнее. Отказали? Авиагоризонты? ПТ-1000 проверь. 471, вы что, через Костина пойдете? Нет, нет. 471, какой курс держите? Экипаж осознает, что произошел отказ авиагоризонта, без которых в темноте без видимых наземных ориентиров попадает в пространственную дезориентацию, в которой распознать истинное пространственное положение самолета просто невозможно. Одновременно с этим начинает снижаться высота и расти приборная скорость. На 53 секунде с момента вылета крен достигает критического значения в 70 градусов, а скорость уже достигла 430 км в час и продолжает расти до 580. Поняв, что самолет падает, экипаж тянет штурвалы на себя и перекладывает элероны на левый крен, для того, чтобы вывести лайнер из критического правого крена, после чего с перегрузкой в 2,7G у экипажа получается вывести самолет из падения. Данное поведение характерно при нарушении индикации пространственного положения самолета, но второй пилот не может его распознать, так как на Ту-104 отсутствует сигнализация отказов основных авиагоризонтов, а резервный авиагоризонт был из-за низкого расположения закрыт штурвалом. А находящийся в стороне электрический указатель поворота не позволяет вывести самолет из крена при значении более 30 градусов. Но в процессе вывода самолета из падения отказ авиагоризонтов опознает командир, который докладывает об этом экипаже. Следом за ним об отклонении самолета с курса докладывает и диспетчер. Но пилоты не могут опознать, что выведя авиалайнер из правого крена, они теперь его ввели во всеувеличивающийся левый крен, из-за чего снижение вскоре начинает продолжаться. Но наш экипаж ответить уже не мог. В восемнадцать часов 56 минут с перегрузкой в 2G, летящий по курсу 258 градусов и с левым креном 90 градусов, самолет Ту-104 с приборной скоростью 620 км в час и с вертикальной более 30 метров в секунду в полетной конфигурации врезался в лес. В девяти с половиной километров северо-западнее аэропорта Шереметьево. Все 73 человека на борту самолета Ту-104 погибли. В связи с полным разрушением самолета определить работали ли оба основных авиагоризонта ПП-1ПМ и гировертикаль ЦГВ-4 до столкновения с землей определить не удалось. Резервный авиагоризонт АГД-1 показывал при ударе угол тангажа от 0 до 15 градусов на кабрирование, а угол крена от 40 до 60 градусов влево. Данные о полете в течение последних 6 секунд отсутствовали, в связи с чем было невозможно проверить правильность показаний резервного авиагоризонта. Что до курсовых приборов летчиков и штурмана, то они показывали неверные показания текущего курса, о чем свидетельствовало то, что фактический курс самолета в момент удара был неверно отображен на курсовых приборах командира экипажа и штурмана, а также на курсовых сельсинах датчиков гидроагрегатов курсовой системы КС-8. О неверных показаниях основных авиагоризонтов свидетельствовало заявление командира и записанное бортовым самописцем кренение самолета сначала вправо, а затем влево. Нарушение в показаниях основных авиагоризонтов и курсовых приборов может быть вызвано потерей питания переменным трехфазным током. Это может произойти из-за обрыва цепи третьей фазы питания шины переменного тока, либо при потере контакта из-за окисления. Также неверная индикация данных приборов может быть вызвана межштрековым замыканием из-за попадания воды или пробоя. Система пилотажно-навигационных приборов самолета Ту-104 имеет низкую надежность, что не обеспечивает полную безопасность полета. Достаточно вспомнить катастрофы Ту-104 под Свердловском и под Подольском, которые обе произошли в 1973 году. Система электропитания переменным током авиагоризонтов командира и второго пилота и курсовой системы КС-8 имеет общие элементы, в том числе источники питания, реле и выключатели, шины и провода. То есть отсутствует дублировано. В результате, если произойдет отказ какого-либо из данных элементов, то произойдет нарушение показаний обоих авиагоризонтов и курсовых приборов. Этого экипаж сразу не может определить, так как отсутствует сигнализация отказа и наглядное средство контроля работы авиагоризонтов и сигнализация о наличии или отсутствии питания по переменному и постоянному току основных авиагоризонтов. К тому же, основные и резервные авиагоризонты не имеют автономных выключателей коррекции, а для определения пространственного положения при отказе авиагоризонтов, летчик в предельно ограниченное время должен суметь решить сложную задачу, которая содержит множество неизвестных и переменных. В своем итоговом выводе комиссия указала, что аварийная ситуация возникла после взлета в процессе выполнения правого разворота для выхода на заданный курс в сложных метеоусловиях ночи на малой высоте, в результате нарушения индикации пространственного положения самолета, что привело к выходу на большие углы крена и столкновению с землей. Экипаж был подготовлен к полету в данных метеоусловиях и в процессе развития аварийной ситуации действовал четко и с большим самообладанием. Принятые меры по выводу искрена и снижения не обеспечили благополучного завершения полета. Это связано с тем, что при существующем конструктивном решении системы индикации пространственного положения самолета распознание отказов авиагоризонтов было затруднено из-за отсутствия сигнализации их отказов. Это приводит к необходимости анализа пилотам большого числа вариантов возможных ситуаций, возникающих при отказах в условии острого дефицита времени. Во всех этих случаях ввод самолета экипажем в крутую спираль приобретает закономерный характер, что подтверждается летными испытаниями, исследованиями на тренажерах и продолжающимися летными происшествиями и предпосылками к ним, связанными с нарушениями индикации пространственного положения самолета. В своем заключении комиссия установила, что катастрофа самолета произошла в результате нарушения индикации пространственного положения самолета, выразившейся в выдаче экипажу ложных показаний на авиагоризонтах и приборах курсовой системы, что при отсутствии сигнализации их отказа в условиях пилотирования ночью в облачность на малой высоте привело к выводу самолета на большие углы крена и его столкновения с землей. Один из членов комиссии, а именно главный конструктор ОКБ имени Туполева Дмитрий Сергеевич Марков в особом мнении был не согласен с выводом комиссии и заявил, что в катастрофе виновен экипаж, который при подготовке к полету не включил авиагоризонты на верхнем щитке летчиков, в связи с чем самолет взлетал с исправными, но отключенными авиагоризонтами. К тому же, по мнению Маркова, экипаж имел недостаточную подготовку для полета по резервным приборам. Однако анализ переговоров экипажа при подготовке к полету, а также заключение Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации свидетельствуют об обратном. Преобразователь ПТ-1000 АЦС, резервный авиагоризонт АГД-1, основные авиагоризонты ПП-1ПМ и курсовая система КС-8 были включены экипажем еще на земле и в полете не выключались. Поэтому решением Президиума Госавианадзора СССР было вынесено постановление считать выводы комиссии обоснованными. Каждый тянул на себя одеяло и хотел оправдаться. Главный конструктор ОКБ Туполева считал, что во всем виновен экипаж, а самолет был идеален. Ничего плохого не хочу сказать про Ту-104. Это действительно была отличная машина и первенец советская реактивная авиация. Но то, что в нем было множество недоработок, это факт. В то время весь мир делал первые шаги в реактивной авиации. И разумеется, это была неизведанная тропа, поскольку никто не знал, как правильно проектировать реактивные самолеты. И не только Ту-104 были проблемы. Таких проблем хватало и с британской кометой с другими западными лайнерами. Но вернемся к нашей истории. Экипаж в сложившейся ситуации действовал правильно и четко. Они сделали все, что от них зависело. Но спастись у них шанса не было. Из-за темного времени суток, плохих метеоусловий и без видимых наземных ориентиров, экипаж по сути был слеп. А самолет не был оборудован дублирующими приборами и не имел сигнализации об отказе самых важных приборов для экипажа. А что думаете вы, друзья? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь, а также подписывайтесь на мой новый канал Авиасвит История, где вы сможете больше узнать о самолетах того времени. Ссылка в описании под видео. До новых встреч, друзья!